Дети поступают с очень серьезными заболеваниями зрения. Один ребенок в нашем учреждении, можно сказать, почти слепой ребенок. Ему оказывается всячески квалифицирована медицинская помощь, коррекционная, потому что у нас есть и логопеды, и дефектологи. И к концу учебного года у детей положительная динамика, и у некоторых детей восстанавливается зрение на 100%. Малые учреждения на сегодняшний день, конечно, они очень трудно живут в этих условиях. Заработная оплата у них меньше, чем в других общеобразовательных учреждениях. Я сломаю. А что ты тут делаешь, сломаю? Мы боялись о том, что когда нас переведут, соединяясь с этой школой, во-первых, увеличится количество детей в группах, что, соответственно, скажется и на развитии детей, поскольку воспитатели уже не смогут заниматься с большим количеством так основательно. Второй момент был по поводу оснащения. То есть, понимаете, здесь вроде бы оборудование уже устарело, и вопрос оборудования в новом учреждении. То есть не получится ли так, что какое-то время наши дети останутся вообще без данного оборудования, и какие-то работы, направленные именно на работу с этими детьми, на восстановление зрения, то есть они не будут проводиться. Во-первых, хотелось бы отметить, что речь не идет о ликвидации, о закрытии образовательного учреждения. Речь идет о реорганизации путем присоединения. То есть все дошкольные группы для детей слабовидящих, все классы, которые имеются в данном учреждении, начальная школа, детский сад номер 58, они будут сохранены. И в новом, вновь образуемом образовательном учреждении они будут открыты. Я могу сказать, что условия будут не хуже. Мы постараемся сделать, чтобы они были лучше, потому что все-таки дети переедут в отремонтированные помещения, и это будет новое какое-то оборудование, новые игрушки это могут быть. Поэтому, безусловно, условия будут лучше. Мы думали, что у нас будут худшие условия детей. Но сейчас нам надо было слабо, все объяснило, все стало понятно, все стало на свои места. Мы договорились о будущей встрече в ШГД, где нам все покажут, объяснят, расскажут, мне это представят. В принципе, сейчас я встречей довольна.